Приветствую всех на WallStreet Online и каждую пятницу в 20.00 мы собираемся, проходим по одной и той же ссылке, можете ее сохранить себе и в следующий раз не ждать рассылки. Да, кстати, насчет рассылки и проверьте спам. Если попали наши письма с инфорасылкой в спам, то поставьте галочку, что это не спам. Тогда вы не пропустите еще много полезного. Слайды, которые вы сейчас видите в начале, пока я буду разбираться с экономическим календарем, это рейтинг по разным биржам. Самое центральное, которое у нас с призовыми местами, это CME Fords. Отдельные тикеры, также здесь рейтинги по некоторым валютам, по S&P. В общем, нашли себя в списке счастливчиков, респект и уважение. Так, значит, пока вы смотрите слайды на следующей неделе. У нас понедельник, вторник будет более-менее тихо, и это по штатам Петролиум вместе с International Trading Goods в среду. Все петролиум, внимание, в среду. GDP и Jobless Claims у нас 29 в четверг по штатам. В пятницу будет более-менее тихо, там буквально Personal Incomes, и они особо сейчас не создают высокой волатильности. Касаемо других стран, касаемо других стран, Германия в понедельник отчитывается по деловому климату, ну, планирую, что будет на уровне, либо чуть ниже. И базовые заказы на товары длительного использовать. Это по штатам 15-30 в понедельник, 26 июня. Вот. Далее, вторник. Вторник по всем странам практически тихо, там буквально доверие потребителей по штатам, но это без особых изменений по динамике будет. Значит, по поводу квартального ВВП в Штатах. Планируют, что будет 1,2% на том же уровне. Посмотрим, как они считаются. Скорее всего, опять за уши вытянут на 0,1% и будет всем счастьем. Значит, в пятницу индексовой активности в производственном секторе Китая. Это будет рано утром, 4 утра. Небольшое снижение планируют аналитики, прогнозируют. И Британия по ВВП считается также прогнозирует, что на том же уровне будет, как и прошлый отчет. И Канада 15-30, полпроцента у них ВВП и без каких-либо ожиданий. Значит, индекс изменения количества безработных в Германии, я думаю, могут раздуть какую-то очередную новостную экономическую утку по поводу безработных в Германии. Посмотрим, если им нужно будет. Они цепляются даже за дефолт Греции, если нет вообще ничего. Либо Португалию даже начинают вспоминать. А если вообще скучно стало, начинают опять перемывать косточки Brexit британскому. Так, ну, в общем-то, в полной мере уже начали работать все всечерстные контракты трехмесячные, которые на СМЕ, на Фордс. И у нас уже есть хороший объем, есть полные рынки. Можно рассмотреть уже целую полноценную неделю с какими-то уже изменениями на многих рынках. То есть, ну, где-то начинается тренд, где-то начали пробивать контрольный уровень. На следующей неделе, в среду, приглашаю всех на открытый вебинар вечером в 20.00. Вернее, да, в 20.00. Возможно, даже не в 20.00. В общем, ждите рассылку в вторник. По поводу времени точно не скажу, потому что нет расписания перед собой. Итак, СМЕ и Фордс лидеры. Это рейтинг по РТС, сейчас вы видите. Здесь вы можете все экономические отчеты по рейтингу и по дням посмотреть. В общем, если будет крайне интересно по слайдам, можете где-то завтра в днем на сайте и во всех социальных сетях мы разместим эти же слайды. Вы сможете ознакомиться, посмотреть. Также вы можете в программе зайти и весь этот рейтинг прощупать вплоть до каждой сделки, посмотреть любого трейдера, который вас заинтересует. В общем, касаемо рейтинга, я посмотрел результаты. Радует очень много новых участников и талантливых причем появилось. Также остались такие бывалые и завсегдаты, которые держатся с контракта в контракт. Вот. Немножко снизилась активность по фьючерсам контракту на рубль. Примерно 150 участников было по РТС, если не ошибаюсь. И меньше став было по фьючерсам контракту на пару до рубль. Ну, в общем, приступим. Итак, начнем. А, да, еще немножко. Если вам будет не сложно, на следующей неделе мы разместим опрос, какие тикеры по каждому рынку вас интересуют. То есть мы будем рассматривать один индекс. РТС, СНПФ и по валютам будет опрос, какие именно валюты интересны. Будем 2-3 валюты брать, не более. Также нефтяные фьючерсные контракты тоже из двух надо выбрать. Будет один, просто чтобы уже установить четкий список тикеров и не растягивать обзоры на 2 часа. Конкретно то, что интересует большинство. И по результатам вашего вопроса мы составим в список и будем по нему идти. Итак, начнем с РТС. Итак, подгружаем данные. Сейчас заберу MarketWatch. Так, давайте сейчас мы начнем с позиционирования и относительно прошлого контракта. Отметим уровень по индексу РТС. Значит, второй уровень, ну, второе ядро, можно даже сказать, так и не попытались протестировать. Мы его сейчас отметим. 850, 250. Вот. И ликвидность относительно прошлого контракта немножко были активные две сессии. Это 20 и 21. Вот 724 оборот за сессию. По открытому интересу мы вышли буквально вот 3 дня подряд открывали позиции и эти три сессии были немножко относительно предыдущего периода повышенной ликвидности и сегодня почему-то срывают, видимо, селлером с топики. Давайте посмотрим по дельте. Да, вот две сессии были на шортах и сегодня 17 тонн, так как и вчера у нас идут байеры. Хотя открытый интерес сегодня немножко упал. Перед выходными, возможно, именно по этой причине. Итак, ближайший уровень сопротивления еще из прошлого контракта 102.800.104.200. Возьмите на заметочку, это более-таки глобальные уровни. И по текущему контракту мы посмотрим ближе вот на этом-то классе по файле. Все. Так, ставим ровно с начала контракта. Итак, сейчас еще раз. Вот, собственно, последние, вернее, первые торговые дни, торговые сессии. Самая фликвидная пока лидирует непосредственно 18, вернее, 15-ое число, когда все перешли со старого на новый контракт. И мы сейчас немножко тут корректируем обидаску. Поставим здесь 15, здесь 1500. Вот. На втором месте в 21 числа буквально позавчера на реверсе прошла сессия в 724 тысячи контрактов оборот. Здесь отметим локацию с очень таким плотным коридором на дисбалансе байеров. 94,900, 95,150 возьмите на заметку и еще один уровень. Я объединил два двух агрессоров с 4 га и по сегодняшнему на минимуме там 94, вернее, 95,450 по 95,650. Это мы вот зафиксируем как второй диапазон поддержки. Далее. По сопротивлению тут все гораздо проще. В первые три дня создали в сопротивлении 97 по плотно очень по 97,500 можно смело брать. Три сессии сняли с топики с селлером все как положено все как они любят. Так что если попробуют все-таки удержать 95,500 94, 995,150 то есть два уровня поддержки можно попробовать поработать но опять же на поддержке желательно чтобы появилась повторная ликвидность при подходе к этому диапазону. Теперь у нас трансляция сейчас смотрю может там действительно что-нибудь поменяли. я повысил вот сейчас должна картинка немножко лучше быть чуть-чуть поднял ну не чуть-чуть а существенно повысил ну посмотрите лучше ну сразу пишите не стесняйтесь если нужно подкорректировать трансляцию либо звук так вот основные уровни поддержки и сопротивления крайне ликвидно прошлись на 94 тут без излишков со стороны агрессоров давайте посмотрим что там было 21 числа ну собственно понятно 4 5 2 3 все по ровну без особых глобальных перевесов так теперь это была ситуация за по дням значит вполне может быть если к примеру формируется сейчас тестирование вот этой локации на перед продажей соответственно где они не должны пустить выше 97 97 500 97 800 и понедельник вторник возвращ сильным таким же движением как и 20 числа уходит обратно на 95 опять же в зависимости от поведения баррелей нефти ну и валютных колебаний в противном случае если пробивают и достаточно уверенно стоят основную часть понедельника есть шансы что формируется площадка на развороте посмотрим так давайте теперь взглянем на новый подход это вместо 15 минутного таймфрейма знакомьтесь это речь барчарт здесь немножко по-другому формируются бары я думаю вам будет интересно так как от обзора к обзору одни и те же модули в основном используются хотя использовать для премаркета нужно немножко больше там этиковый график задействовать и реверсивный график и бокс и статистику тоже щупать нужно это речь барчарт здесь формируются бары не по таймфреймам а по параметрам которые вы укажете сейчас стоит параметр по дельте то есть если дельта суммарная превысила 4000 контрактов соответственно формируется новый бар то есть дисбаланс каждого бара здесь по 4000 контрактов плюс-минус там есть отклонения небольшие видите все по 4000 очень удобно мониторить непосредственно смену динамики обратить внимание особенно такие участки реверсивные моментально поменялось дельта пока сохраняется в дисбалансе на стороне селлеров можно стоять продажи начали первый звонок второй и вот на следующий четверг уже начали с самого утра идти со скрытым интересом так же само удерживать позицию тоже не сложно пока идут однонаправленно по дисбалансу можно удерживать позиции здесь мы детально выделим уровни поддержки и сопротивления и ядро недели значит ядро недели на открытом бинаре в среду будем затрагивать эту тему также будем затрагивать тайм-н-селл следу также будем стакан смотреть для валютных фьючерсов так как со следующей недели начинается курс стратегии по валютным фьючерсам и там будет все это задействовано более точно я чуть подвинул по ядру недели и здесь мы захватим от 97 97 96 700 по 97 250 соответственно по дельта процент здесь такие агрессоры были перевес на 20 процентов 13 вот этот уровень мы обязательно захватим то есть здесь была действительно жесткая атака соответственно более точнее зафиксировать такие диапазоны просто не не как не получится так сейчас мы отметим таким вот маневром обозначает что это диапазон мне сейчас нет времени оставить по параметрам далее еще был дисбаланс 27 процентов перевес это было у нас 11 16 начался формироваться сомбар вот он то есть процентный перевес это относительно объема сколько дисбаланса со стороны бит и ask видности давайте попробуем сейчас никак не привык к этим новым настроечкам не слушаться так а это толщина нет надо чуть поменьше вот собственно так можно выделить коридор себе вот как раз этот бар где сильный перевес был такие же дисбалансы были со стороны целеров отметим вот эти две точки 20 числа значит плотненько они прошлись тут давайте сейчас диапазон выделим ладно так и быть вот диапазончик и вот здесь еще можно объединить но там как раз попадает у нас диапазон цена ценник по ядру недели в общем еще один уровень сопротивления так и 21 числа еще немножко вот фигурировали цель 18 00 21 процент и 14 процентов было вот тут так как коридор этот пробили уже то есть реверсивность произошла берем внимание непосредственно в последнюю агрессивность то есть ну кто кто расширил коридор тот и контролирует цель соответственно мы берем не удержали цели свой уровень поэтому ставим здесь 15 и берем 20 так в общем уровне поддержки также стоит обратить внимание на такую плотную активность тут достаточно неплохой объем прошел поэтому просто не обратить внимание на этот коридор невозможно так на следующий же день повторилась агрессивность байеров на этом же диапазоне в общем реверс произошел такой достаточно весистый и причины задуматься о возможных началах восходящей динамики в принципе почему бы и нет самое главное чтобы удержали первую очередь это ядро недели то есть 95 200 по 96 даже 95 800 вот точно надо удержать так как тут консолидируется основная ликвидность по открытым интересам у нас открывали позиции непосредственно в этих массивах это хорошо заходили уже вечером 21 числа как раз после сброса парей и заходили сегодня по всему диапазону открывались позиции поэтому 96 700 97 250 вполне резонно будет наметена поддержку и вот собственно разбивка торговых сессий по суммарной дельте каждый день и состояние суммарной дельты по завершению дня 22 23 работают байера в принципе неплохо они закрыли оба дня на максимуме и оба дня с хорошей дисбалансировкой осталось только вот вот это очень страшное место тут крайне такой агрессивный коридор сейчас можно 40 40 даже взять 98 и поднялся 7600 тут очень плотно плотно подряд периода вот так нельзя здесь говорить периоды каждого бара свой собственный таймфрейм ну вот такие активные у нас ситуации были на этой неделе и даже была реверсивная модель в общем коридоры у вас есть и останется только проследить как они будут защищаться или активность байеров немножко притихнет на следующей неделе взята поддержка этого массива двух паттернов тут открытие которое было сегодня с утра на заметочку и сильный дисбаланс прошел в коридоре чуть-чуть сдвинул коридор 95 250 по 95 450 ну собственно по сопротивлению идентичны 98 по 97 650 и 97 100 по 97 250 300 то есть вот этот коридор сбербанк ст. ło бегали по олнцам Pors который 艘 итак на сбербанке до 100 числа вышел крайне огромный оборотец в 18 миллионов контрактов ой это за и счет дисбаланс этой сессии был у нас на стороне байра и еще такой неплохой был к 750 тысяч это 19 числа сберов так неплохо с 36 подобрали достаточно неплохо здесь у нас берем 1 число ставим есть открыть . плане как на поддержку забираем и еще один коридор поддержки у нас 141 с половиной оставим здесь тоже но поддержку у нас получается 16 вот их саппорт в принципе был неплохой 10 основных 6 давайте посмотрим по дельта проценту 13 и 6 процентов вот как раз в эту сессию но на этой неделе пока еще формируют площадку ведь туда-обратно таскают диапазон и 141 с половиной пока еще удержали даже с учетом сильного дисбаланса вас первое число на 17 процентов соответственно в коридорчик на 147 ставим alert и на 146 как контрольную точку здесь 6 и 6 процентов было на 145 и в вот семь с половиной вчера еще прошли по дисбалансу давайте посмотрим количество значения это было почти полмиллиона 809 вот здесь судя по всему за эти четыре сессии возможно сбросили часть набранного так ведь 400 есть подряд идет и рост и дельта неплохо себя показывает так в общем то здесь по ликвидности еще здесь 18 миллионов почти 8 5 с половиной 5 и 8 4 8 и 5 и 4 есть судя по средней ликвидности по прошлым периодом особенно май начало июня пошло таким неплохим оборотом 146 147 вполне могут протолкнуть так как на реверсах но вот таких точках важных без ликвидности никак то есть принципе ликвидность есть дельта тоже есть осталось только подтверждение расширения за максимум недели это уже будет такой хороший звоночек и более уверенно себя можно вести в качестве покупать площадка которая сформировалась на диапазоне 142 даже не 142 143 с половиной 145 диапазон самый такой востребованный был на этой недельке да и принципе на прошлый тоже самый очень классный объемчик прошел на 5 миллионов по 137 здесь можно отметить уровень на самом минимуме 5 миллионов дельта сейчас посмотрим более детально здесь проискинул 05 поэтому не удивляйтесь если там будет крайне большая цифра до 2 и 6 1 и 3 почти миллион ну в общем тут дисбаланс такой не слабенький миллион 700 неплохо неплохо больше всех удивил 19 число тут достаточно большой дисбаланс 750 тысяч тут миллион 300 тут 660 тысяч ну отлично был день соответственно если за 145 выпустят на следующей неделе то байер который давайте посмотрим кто еще тут у нас тут тоже миллион почти вот и тут 750 тысяч тут почти миллион по дельтам но везде по 200 даже есть по 300 тысяч дисбаланс 300 230 3 по 200 в одну посуду и 327 вот сегодня сбросили по 44 возможно уже передумали поэтому нужно аккуратно надо подтверждение и поддержка должна защищаться страны байеров также агрессивными байерами но агрессорами так класса профайл и так берем теперь смотрим на 15 число 12 миллионов на газпроме причем это топ за этот период за веснуто миллион почти и топовая сессии 12 миллионов неудивительно что она самая такая у экстремума минимума после такого затяжного движения на шорт дельта значит тут абсолютно миллион 600 только со стороны байеров и последующие два дня уже поменьше но активность была по сути с 18 числа всего лишь две сессии были со стороны селеров это 30 20 20 число 39000 ни о чем можно сказать и сегодня 223 тут уже существенно поэтому крайне важно дождаться понедельник расширения 4 пятницы особенно фактически 120 надо пройти чтобы все было тип-топ тут какие-то настройки стоят сейчас мы их немножко меню изменилась интерфейс поэтому не пугайтесь если вы не можете найти фильтры они все ушли в вкладку лимит и чтобы не менюшка будет как крайне в высокой неудобно поэтому все в лимитах там все и по дельте и по остальным видоскам как видите активность крайне плотно разбросали 113 60 серьезненько значит у нас получается сам верим 18 до 18 будет нас запутался так вот нас уровень поддержки этой сессии на следующий день в основном сражались вот 116 4 по 8 пока в как раз вот второй уровень поддержки в менее объемный не пустил три сессии тестировали но не пустили за это можно уже на него обратить внимание за такую активную защиту и еще один уровень поддержки вполне могут себя проявить байры уже на 117 половина 118 и того у нас раз два три четыре пять шесть семь сессий подряд без существенной коррекции то есть практически нет нет ни даже не практически ни одной сессии нет чтобы было расширение хотя бы за минимум предыдущей сессии ни одного то есть внутри коридора есть крайне слабенькое расширение но ниже предыдущего минимума ни одной сессии не было то есть пока идут и слава богу так ликвидность идет ровно особенно вот последние пять дней этой неделе 2 миллиона почти 32 и 33 и 23 то есть ровненько с с половиной трех миллионов держится оборотится и как раз мы пришли вот такой агрессивный очаг красно лицах тут у нас идет агрессор на продажу и мы не можем не выделить этот коридор на всякий случай вдруг ну две сессии уже стоят на этом коридоре то есть вот они здесь ну по идее даже можно плотненько чуть выше взять но я взял коридор самый ликвидный проторговый тут берется в расчет все вот эти сессии этот массив поэтому крайне важно и стратегически дождаться 120 пробития это будет очень хороший знак дальше там ждут у нас вот три таких сессии нос у них был ликвид небольшой поэтому мы их прям так уделяйте внимание не будем а вот этот оборотец был достаточно значимый моего захватим на вооружение посмотрим что будет так стоять и здесь еще 130 здесь был и по ценам неплохой плотный актив и активный период и по общему бороду также это в следующий уровень сопротивления рубль по сути если газпром и сбербанк действительно там взяли по дешевке серьезно будут поддерживать то в ртс потихонечку восстановит свои силы возможно увидим даже пробить и 98 посмотрим как арта будет идти в на следующей неделе и рубль рассмотрим на фоне прошлого контракта и так у нас с 15 числа такой активный полет на 60 уровень пробили 59 500 и ликвидность на это движение было то есть для этой динамики восходящей динамики это принципе поддерживают объемом то есть отвечают на противовие селлеров и две сессии крайне отличились 19 и 20 число это вот эти две торговые сессии далее в открытый интерес четыре дня без передышки с 19 вернее 16 по 21 набирали позиции и малости скинули вот четверг пятница дошли до 32 и сбросили до трех фактически на трех так что все уровни которые были открыты здесь вернее позиции берем сейчас меч таймфрейме отметил значит ушли за максимум прошлого контракта это важно и шли так волатильно что скорее всего в крайне агрессивное было шесть и три процента и четыре с половиной только за два дня по дельте 159 и 178 давайте посмотрим что произошло на самом деле еще спот спот заглянем и так крайне отличились опять же две сессии с 20 нас первое там и вся у нас сетка будет формироваться вот этот коридорчик возьмем как поддержку обязательно тут нельзя проходить мимо два дня по одним и тем же ценам с хорошим оборотом значит тут у нас прошлый контракт еще фигурирует мы сейчас все вот эти точки до загрузки и корректировка вот здесь корректируется на шестьдесят четыреста на всякий случай возьмите у крайне активно поддержали в нижнюю границу дня и 60 вместе с 59 800 тоже в коридор на поддержку и эти цены будут наиболее ну нужно в максимально мониторить на следующей неделе возврат на 59 500 принципе если пробьют большую часть поддержки будет положительно сказываться на динамике нисходящий два дня тут сбрасывают покупки так как мы по открытому интересу это все заметили да то есть два дня немножко сбросили там сын 300 2 3 и 200 до 3 200 на 3040 и тут все по шортам все что купили часть бросили посмотрим насколько сильно это повлияет на обратную ну на коррекцию либо на возврат на нисходящий тренд и поставим сейчас чисто с текущего контракта первой сессии значит площадка с которой рванули наверх у нас 58 940 по 58 760 еще стоит захватить цену 58 640 обязательно это особенно вот это плотный коридорчик два дня неплохо поработали из него сразу же стартанули коридор по поддержке а тут еще отдельную цену сейчас зафиксируем она пригодится с сидеть 140 тут давайте глянем что было на 3 4 тонны ну перевес несущественный но есть так 87 так а 4 4 и и и это чисто по дельте без процентного перевеса для более точного коридора по поддержки все 9 240 59 100 вот здесь такой плотный коридор забрали даже 260 вот более плотно здесь мы коридор захватили также по процентному перевесу 59 380 540 берем здесь давайте чуть-чуть точнее выделим вместе с этими с 990 80 и захватим еще 320 собственно почистили немножко коридора и у нас есть теперь вот такая вот сетка все 9 150 960 380 540 900 980 промежуточная загрузка и поддерживают пока три дня не пускает вот этот уровень поддержки 60 320 по 60 500 вот так по сопротивлению то есть то что может создать увесистый левом на сопротивление у нас на четвергу создали дельту правда скорее всего там была фиксация поэтому надежность этого уровня уже под вопросом в отличие от поддержек которую сформировали за эти четыре дня хорошего роста позиции открывали здесь фиксация пошла 1 здесь старая поэтому тут в агрессоры на продажу по большей степени за счет выхода из покупок в общем такая сетка смотрим спот там спот уже подскажет еще куда и как еще раз по трейдер с рейтинг публичному те кто заняли первые три места цемьей ford с общей зачет понедельник напишите на skype of education скажите что вот я являюсь там тем за трейдером с таким-то ником 1 в рейтинге сразу же получите бонусное подключение пакетов сию минуту ну в этот же день сразу так небольшая где у нас пути к вот так площадку обязательно захватите как уровень 57 по 56 65 саппорт еще одну цену тут все 63 эти же цены даже чуть-чуть корректируем вот тут почти 900 тысяч не почти есть 934 и миллион на 57 3 цены в крайне жутко покупали и почти полмиллиона 56 на 5 значит берем о поставить темнее те которые слабенький объем и более светлые цены маркировки там где был под под миллион ликвидность обратить внимание идут на хороших оборотах 6 миллионов на 60 встретили ответку потом 6 миллионов два дня причем штурмовали 21 числа и 48 было вот вчера сегодня очень такой узкий диапазон хотя 36 миллионов берем локальная до загрузки на покупку тут само собой берем этот коридорчик плотно взяли и возьмем сейчас минимума нас ты 0 5 возьмем не февраль а а вот так значит в поддержке вот здесь еще были плотные коридоры смотрим по дельте суммарно у нас есть все таки надежда 22 числа дельта была хоть и 153 тонны но было соответственно если получится удержать коридор 60 с копейками упасами 60 по 63 с копеек это все благодаря вот этой дельте есть возможность шансы вернее что все таки будут удерживать выше ниже 60 такие еще промежуточные до загрузки были вот здесь порядком 129 тонн и 141 здесь у нас зашкаливалась за 380 значит вот такая сетка уровней и по процентному перевесу 32 процента в принципе для спот рынка неплохо 18 и 3 процента вот среда и пятница 31 был вторник и аж 14 процентов в понедельник соответственно вот этот уровень поддержки оказывается самый агрессивный из всех пяти дней формирования вот этот был формировался с неплохими такими данными тормозили уже среду видимо и площадка по по сопротивлению непосредственно вода у самого максимума встретили там объемом неплохим корректируется на понижение объема это в принципе очень настораживает евро и так евро продолжает находиться в спячке хотя уже весна закончилась пора просыпаться на евро с мая как ушел дрейфующий такой сон ликвидность средняя ликвидность кроме одной сессии вот на прошлой неделе идентичный по уровню из пяти дней вот собрать 19 21 позиции открывали и неделю закрыли на отметке 370 в принципе его особо ничем не отличились буквально на несколько тысяч разница по открытым интересом давайте сейчас возьмем чисто новый контракт и даже не так вот так вот край позиции до 19 числа 368 уровень как набрали 373 было вот 21 немножко подбросили и четверг пятница вот этот весь рост фиксирует так что вниз несущественно но там особо никто не сражается за это движение вот 20 было 7 тонн и 15 67 одинаковые под эти сессии соответственно возьмите на заметку около 120 25 тысяч общий ликвид за среду следим за сессию в общем пока дрейфуем видимо ждут какой-нибудь отчет и на следующей неделе там ввп британии безработицы в германии штаты с ввп может быть под эту тему и раскачает ну крайне очень тяжело ведут себя в коридоре соответственно основная такая масса ликвидности прошла в коридоре 125 и 1225 и 1195 вот так мы возьмем ядро пока торгуется выше ну да и бог с ними давайте посмотрим арене бар чарт опять же дельта здесь берется 1000 как условия формирования бара и вот эти вот уровни с дисбалансом наиболее четко показывают где была контрольная агрессивность на со стороны байеров и сыров в общем вот у нас еще один уровень поддержки неплохой 12 на 60 из 16 с него пока встали и вот новый бар уже сформировался на 88 процентов дельта соответственно 15 процентов идет со стороны селлера это нормально так как у нас идет закрытие недели на макушке по сути как бы потихонечку потихонечку разворачивают недельку ядро опять же более точно сейчас захватим 12 можно взять по 1221 1215 вот самая плотная часть уровне поддержки отмечены в и если еще упадут ниже понедельник вот как-то жестоко сражаться с уровнем 12 1250 тут была агрессивность со стороны серверов так пока вот видите идут достаточно неуверенно то часть сессии байер и потом селлеры то есть но такого длительного периода чтобы четко сказать что вот идут сейчас толкают цену байера либо же селлеры очень сложно меняется у них настроение постоянно ликвидность в среду в четверг и часть пятница была неплохая в общем то это как ключевые с 2 сессии на этой неделе и теперь мы смотрим фунт так александр то есть так александр так александр которая была 8 9 и 14 июня ну вот пока есть от небольшой нисходящий коллекционный момент для прошлого контакта приостановили на этой неделе был еще меньше средний по оборотов объем на прошлой неделе такой опять засыпающий перед отчетом квартальным до квартальным до квартальным ввп британии еще раз отметим мы ядро прошлого контракта 1097 по 2885 более плотную часть берем вот те кто смотрит с фунтом планирует движение на покупку и вот диапазон ядра прошлого контракта крайне важно осилить еще такой коварный уровень 284 тут тоже стоит посмотреться по открытому интересу два дня из 5 этой неделе только были открытия позиции два дня зафиксировали сейчас мы детально посмотрим на срезе текущего контракта без склейки так набрали они за прошлой неделе там до 177 и вот особенно 21 числа вышли на студент на 191 ну несущественно скинули за два дня но среда здесь ключевая давайте посмотрим что же там ключевого вот что ключевое симптом 10 часов зашло вот в таком волатильном классе 1227 65 потенциальный уровень поддержки надо мониторить конечно тут сквозь так тут рядом по 2 4 2 3 2 с половиной ну вот вся эта часть очень активно поработали в самый такой активный участок с открытия америке как начали соответственно берем по фунту один день получился в обострении сейчас погрузим я вас видо вот давайте посмотрим 19 тысяч на самом деле это понедельник смотрел берем этот коридор тут 125 тут 349 105 в качестве поддержки поработали там неплохо 269 267 запомнили потом у нас support даже поработал немножко уровень неплохо удержали и здесь давайте сейчас посмотрим что там стоит выделить три 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 пятерка даже есть вот у нас по 4000 давайте сразу расчетная дельта посмотрим и и вышли больше видов лупи это хорошо сейчас мы зафиксируем еще сопротивление которое тут прям манипулятивно удерживают давайте чуть лимиты повысим это крайне уж такая елка в годе вот от коридора обязательно возьмите на заметочку потом здесь у нас идет вот тут коридор хорошие на поддержку вот шестьдесят четыре по 26 это можно захватить даже с этим диапазоном вот здесь открывались неплохо и вот тут особенно 20 числа прям плотненько так засели байра по ликвидности у нас еще есть коридор вот здесь 27 07 и 27 один тоже возьмите на заметочку как поддержка может можно спекулятивно попробовать пощупать локацию так что же тут случилось остановили такой неплохой разворотец вида был и пи даже немножко изменил свою наклонность и 27 57 вот видите плотненько цели работают печатались по 2764 тут хоть торгуется цена пока на уровне но на всякий случай пускай будет вас диапазон если понедельник уйдет ниже не будет пускать может быть вполне сопротивление возобновиться возобновили сопротивление такие не пустят самый такой плотный максимум подойти у нас 28-28 35-28 45 день еще бы вот этот захватить но он такой 2 классом 27 38 еще поддержкой 341 контракт суммарно здесь 540 возьмите тоже 2 класса так как он не плотная точечный эти первое вот непосредственно 20 года с 1 до 2 числа тут сами видите как жутко плотно на формировали здесь по сути два массива мы выделили но мы их объединили в один коридор под два коридора зазор небольшой и здесь тоже самое здесь плотность вот этого порядка и здесь здесь прям куда не включи там все на поддержки так дельта соответственно по днем идет вот таком ключе тормозят снижение вот развернули три дня неплохая дельта была и опустились руки у ребят уже 20 русла эти импульсивность пола здесь вообще флэтовая формация там в любом случае дождитесь расширения либо за 27 73 либо за 27 38 2 лерта можно поставить мониторить кто расширит коридор значит сель не Итак, обратите внимание, какие у нас пошли обороты по нефтянке, почти миллион, почти миллион 19, вернее 21 числа, соседняя сессия у нас 2800 и 586, миллион был уже 25.05, вот у нас этот день, вот тоже под миллион, ну 850, тоже немаленький оборотик, и идентично 900 тонн, смотрим какая там дельта была и открыт интерес, значит две сессии, это 21-20 открывали позиции, малость скинули, четверг вышли на 538 и фактически 535 сейчас пока закрыли неделю, это неплохо, вот, самое главное, в дельте там сравнить, посмотреть. Вот у нас 4 дня идут по 8, 12 тонн, как раз 21 числа, и 4, 8, 22-го, то есть, здесь идентично были две сессии на шорт, ну и 3,9 пока, вот, скорее всего, это сброс, фиксация прибыли за движение у вас за неделю, под менее процента, в общем, наблюдается крайне такая расчетная динамика на нефте, скорее всего, контролируется этими крупными нефтетрейдерами, и вполне даже некоторыми странами, коридорчик, надо выброс хорошей по ликвидке на следующей неделе, если, допустим, ориентироваться на разворот 40, 1,6, надо еще выброс по ликвидности, ну и соответствующая агрессивность, так, посмотрим, что у нас там, это неделя, август 17, контракт, вот 99% сейчас будет новый бар формироваться, можно, кстати, алерты на имейл и на смартфон пуш-уведомлением получать, когда такие бары формируются, вождецкий, так, немножко повысим параметр, значит, ликвидность у нас образования все, сейчас мы зафиксируем, вот, тут прям видно, что поработали продукции, 44,23, 45,09, вторая активность у нас 44,61, тут прям плотенько постарались, 44,76, далее, тестируют снова дозагрузку, вот эти две, и из дисбаланса, вот важно, если на рост, то пробитие, вот 43,56, тут очень так, 21 числа постарались, коридор, весь протокол, ядро недели 40,303, по 43,46, пока мы стоим ниже ядра, и это не позитивно для роста, ну и дельта вы увидели само собой, значит, площадка, вот, до 96 тысяч дошел, паттерн, на дисбаланс, сейчас мы по дельте проверим, значит, дельта процент возьмем, и так, участок, где конкретно надавили селлеры, вот он у нас, это получается с 11, с 11, с 12, по 12, с 6, конкретно, вот, полтора часа штурмовали котировку, и байеры после, буквально пару раз, там, что-то все показали, вот здесь 35 процентов перевес был, 7,1, вот мы возьмем поддержку, 42,47, 42,55, вот этот 35 процентов, и тут ликвидность не подходящая, этим объемом небольшой, поэтому его не стоит брать, процент от небольшого объема, естественно, легко сформировать такой процентный перевес, это локация с агрессором на покупку, 42,76, 42,8, но тут и селлеры тоже не дремлет, также ликвидность 70 тонн, получается у нас дельта общая две с половиной, и это всего три с половиной процента получилось, но неплохо на самом деле, тут три с половиной против двух, 2,600 против 18, так, получается у нас теперь еще пятница намечается, вот здесь плотная массивность вида поработали селлеры и по открытому интересу у нас если меня не подбудет помнить, да, две сессии четырех пятница фиксация, небольшая, но фиксация, то есть там не открывают позиции, но и не особо сбросили, а вот 21 числа эти все уровни надо брать на сетку обязательно, в качестве сетки уровней, вот у нас 21 числа, здесь в основном штурмовали селлеры, начиная с 10-40 и даже 10-30 очень сильно дельта везде, вот, коридор возьмем еще вот этих активных моментов, вот 43-26 ну в общем просто сетка вся практически в сопротивлении такой такого класса поддержки тут пока кроме вот этого уровня нету так объемчик объемчики 81 и вот самый такой минимальный вообще надежда минимальная 42-26 29 тут слабенькие но точечно неплохо поработали тут разворотится соответственно в 43-15 у нас можно лерт прям ставить если расширят могут еще сбросить по стопорям так как у них идет конкретно формация сужающаяся то есть они собирают похоже что всех еще не собрали как только уже соберут пока ликвидность есть значит еще собирают эти обороты есть собирают все что можно по по дням ну вот пятница полеменее пока пляшет но это дельта уже практически к нулевой точке возвращается вот это прям не верится прям очень верится чтобы так набирать позицию равномерная ликвидность прирост равномерно абсолютно золото нет не надо никаких вопросов таких так золото 28 даже до 30 числа начали новый августовский контракт ушли уже ниже открытия самого контракта то есть в районе 1268 открыли и топовая ликвидность пока пришлось на 1406 353 тонны оборот открытый интерес никак не воспринимает это снижение то есть рост еще брали смотрим на склейки с прошлым периодом значит брали тут судя по всему по открытому интересу и вот этот участок у нас пришел как раз на тут три дня и немножко на максимуме то есть ушли ниже но пока вот не ушли ниже вот этого массива 1241 1250 давайте выделю более точно 245 1245 по дельте у нас получается само ликвидная сессия была на стороне байеров потом 3600 перевес был 16 числа и на этой неделе из 5 дней 3 шли на стороне байеров по процентному перевесу у нас получается между полтора процента даже сегодня получилось 16 3 почти и там единичка ну по крайней мере тут хотя бы есть дельта на покупку то есть в этот массив формируется еще пока слава богу на агрессоре на покупку 3 6 одинаковая дельта вот этой сессии и вот на стороне байера поэтому если получится на следующей неделе толкнуть за 1272 там уже останется 1280 прощупать и будем надеяться что удержит они этот уровень далее поддержка еще одна локация у нас есть значит вот на этом же уровне было 18 18 05 очень сильная ликвидность и еще мы забыли про этот диапазон этот уровень 1235 мы полный и 12 12 27 и 5 ближайший уровень поддержки если это все-таки они не не будут удерживать ликвидность шла очень ровная без излишков фактически средняя ликвидность прошлой недели в сравнении но пока вот формируется площадка если будут удерживать будет замечательно вышли за 12 55 возврат вполне ожидаемый то есть тестирование там же на агрессорах смотрите чтобы удерживали активность выше ядра недели S&P с 12 по 23 коммунитивная дельта по дням у нас 19 набирали 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 и потом вот такими маневрами быстренько сползли до 24 30 и здесь три раза сбрасывали стопари ядро недели у нас 33 с половиной 30 с половиной это как раз вот четверг и пятница сегодня немножко оставила там на европе но по большей степени это результат активности 4 ликвидность выбросы были это рейнер парчар напомню это не пятиминутный таймфрейм это не 15 минут таймфрейм это абсолютно другого формата график полмиллиона вот сконденсировали аккумуляция очень такая концентрированная 24 35 по 24 37 вот этот коридор и обратить внимание ликвидность идет 23 числа то есть что 160 100 180 фактически ровная в принципе как и 21 числа здесь по дельте условия дельты 5000 контрактов диапазон но пиле дисбаланс и так сильный перевес у нас был на покупках в 14 58 25 процентов там скорее всего под закрытие а вот 14 38 9 и 6 это в принципе сгодится потом 9 45 18 процентов и с утром с утра европа фактически до открытия америки полтора процента дисбаланс был 24 37 пока тикает ценник дельта была сегодня 6 процентов в районе девятого часа красно открытие штатов фактически и вот на открытии америки ровно 32 процента берем смотрим сейчас вот у нас неделя ближайшее сопротивление которое точно надо осилить это вот 17 процентов и 28 но мы берем вот этот плотно по диапазону которые поторговали это 41 по 43 я чуть округлил там как раз тестировали даже и не пустили больше туда никого по поддержке концентрация вот активности боев у нас вот здесь и по одной цене вот прошлись прям как будто под линеечку тут невооруженным взглядом можно заметить это 32 25 вот раз два три и рядом 4 и вот здесь плотный такой блокпост то есть 2437 если с понедельника попробует откорректироваться давайте сейчас я беру вот так линии мы оставим то что сейчас обсуждаем то есть в самом ядре формируется поддержка ее если будут удерживать то не должны пустить ниже кровь из носу 2429 тут четыре раза были в четыре раза не пускали четыре раза если не ошибаюсь была дельта на на покупку второе ядро де-факто тут ликвидность фактически идентична поэтому крайне важно чтобы подтверждающий вот фактор что более менее идем правильно по курсу на север это пробитие 24 39 24 40 если этого не происходит ближайшие пару дней то есть не уходят выше сопротивления 485 41 скорее всего проблема с покупками и у нас формируется на самом деле динамика на шорт пока стоят в коридоре можно зафиксировать что попытки вырваться наверх у байров были по крайней мере но в два дня абсолютно пока без результативных значит вот у нас за этот период кастомизированный профиль по дельте так 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 вот самая агрессивная процентном соотношении цена и вот ведь 7 38 пока там агрессивность байеров но очень напоминает сброс по стопорям на самом деле поэтому осторожнее с этими локациями на поддержку тут крайне внимательно нужно так как снизу они особо не проявили активность вот последние три формации и объем 36 вот у нас получается активность прошла если брать чисто вот этот массив давайте вот так вот зафиксируем потом 35 ну и тот массив который мы выделили это сопротивление 41 и на сегодня все на сегодня все встретимся в следующую пятницу либо в среду на открытом лобинаре у кого будет время вечером ждите в рассылке будет указано какое время вторник всего наилучшего вам хороших выходных попутных трендов на следующей неделе берегите себя и и до встречи до свидания пока